Если набрать в Яндексе «Телегонья», то можно увидеть, что разнообразные источники называют её «наукой», «концепцией», «тайной человечества». Но всё-таки классический вариант предполагает, что предыдущий половой партнёр матери может как-то влиять на её потомство от последующего. Ну и небольшой спойлер. В данном выпуске будут рассмотрены не этические, нравственные или моральные аспекты этого вопроса, а исключительно физиологические и молекулярные механизмы. Датой рождения «Телегонии» как понятие можно считать 1868 год, когда Чарльз Дарвин в своей книге «Изменения животных и растений в домашнем состоянии» привёл разнообразные свидетельства этого явления. Большинство из них представляли собой рассказы очевидцев, полученные Дарвином через третьи руки. Единственным задокументированным случаем, вошедшим с тех пор во все популярные тексты, остаётся история кобылы лорда Мортона. Если коротко, кобыла арабских и английских кровей была случена с кваггой, так назывался ныне истреблённый под вид зебры, и принесла потомство с характерными полосками. В следующий раз уже от самца своей породы она снова принесла жеребят, внешне напоминавших кваггу. Ситуация повторилась и через восемь лет. В отсутствие жеребца квагги опять родились полосатые дети. После книги Дарвина о ней активно заспорили учёные, могут ли свойства первого самца передаваться потомству от второго. Бум научного исследования телегонии пришёлся на конец девятнадцатого начала двадцатого века с многочисленными гипотезами и экспериментами для их проверки. Однако ни один эксперимент это явление подтвердить не смог. Ни крысы, ни мухи, ни даже лошади не соглашались наследовать признаки таким необычным образом. Но не всё так просто, и современная наука, как говорится, подбросила дровишек. Один из самых крупных поисковиков научной литературы PubMed по запросу телегонии предлагает всего восемь ссылок на статьи, намекая тем самым, что тема не является актуальной и широко исследуемой. Начнём с довольно спорного научного аргумента, который приводит большинство авторов. Это статья 2014 года, в которой явление, похожее на телегонию, было показано на мушках-нереидах. Самок спаривали последовательно с двумя самцами, и оказалось, что размер потомства зависит от размеров первого самца. Формально это явление можно отнести к телегонии. Но передачей наследственной информации назвать нельзя, потому что эффект достигается за счёт белков семенной жидкости, которые остаются в организме самки и действуют на незрелые яйцеклетки, стимулируя их рост или перераспределение ресурсов. Едва ли можно на таком основании заключать, что у других животных, и тем более у человека, этот механизм тоже будет работать? Казалось бы, всё. Точка. Тем не менее, на самом деле, современные учёные знают о телегонии гораздо больше, чем кажется. Однако они пользуются совсем другим термином. Не Менделевское наследование. Но для этого мы должны погрузиться в удивительный микромир клетки. Ведь изучать этот феномен стало возможным только в последнее время и только в связи с развитием молекулярных методов. Давайте посмотрим, какие удивительные факты об альтернативных методах передачи информации между организмами известны на данный момент. Считается общепринятым, что половой акт – это способ доставить сперматозоид к яйцеклетке и внутрь неё. Получилось оплодотворить? Хорошо. Не получилось, значит, не было ничего. Однако эта модель сильно упрощена. Сперма, во-первых, содержит сильно больше сперматозоидов, чем нужно для оплодотворения, а во-вторых, состоит почти на 70% из семенной жидкости. Сперматозоиды, как и любые клетки нашего организма, выделяют в окружающую среду фрагменты своей ДНК, так называемую внеклеточную ДНК. В отличие от обычной ДНК, которая находится в ядре и митохондриях, внеклеточная ДНК, как следует из самого названия, находится вне клеток, в тканях. Ещё одно отличие – геномная ДНК состоит из длинных нитей хромосом. А внеклеточная ДНК – это набор небольших последовательностей, иногда в миллион раз короче хромосомы. Во многом для науки внеклеточная ДНК – огромная загадка. Но уже есть данные о том, что клетки животных и человека могут поглощать такую ДНК из крови. В некоторых случаях эти молекулы достигают клеточного ядра, проникают внутрь и встраиваются в собственный геном клетки. Часто интеграция такой блуждающей молекулы внеклеточной ДНК в геном заканчивается повреждением ДНК клетки мишени и её гибелью. Но если встраивание оказывается успешным, процессы считывания информации меняются. Фрагменты бывшей внеклеточной ДНК блокируют работу генов в ядре клетки или запускают считывание собственной информации. Пока не ясно, может ли эта ДНК проникать из половых путей женщины в кровоток. Зато известно, что в некоторых случаях клетки человека могут поглощать ДНК извне и даже встраивать в свой геном. Получается, что мужчина может поделиться с женщиной своей генетической информацией напрямую, вне зависимости от того, произошло оплодотворение или нет. Сами сперматозоиды тоже активно захватывают нуклеиновые кислоты из окружающей среды и передают яйцеклетке при оплодотворении. Поэтому можно предположить, что если внеклеточная ДНК первого партнёра останется, например, на стенке яйцевода, то сперматозоид второго партнёра способен её поглотить и передать будущему зародышу. Было неоднократно замечено, что сперматозоиды могут проникать в соматические, другими словами, неполовые клетки организма. Сперматозоиды могут поглощать клетки иммунной системы, а ещё они умеют сливаться с клетками, выстилающими половые пути. Таким образом, не исключено, что каждый партнёр остаётся, если не в сердце, то хотя бы в стенках половых путей женщины. А дальше, образовавшиеся в результате такого слияния, то есть химерные, клетки могут продолжать выделять внеклеточную ДНК, полученную от предыдущего партнёра, и влиять на сперматозоиды последующего. В определённом смысле зародыш выступает как губка и впитывает из своего микроокружения всё подряд. Этот процесс может начаться на самых ранних стадиях. Учёные обнаружили в зиготах млекопитающих множественные разрывы ДНК, а на клеточном уровне это означает, что чужеродный участок ДНК может встроиться между концами разрыва. В таком случае речь пойдёт о полноценной передаче генетической информацией. Потом зигота развивается в плод, и мать начинает кормить его содержимым своего кровотока, то есть клетками и молекулами. А ребёнок в таком возрасте ест очень хорошо. Поэтому в его организм могут попасть, кроме обычных клеток матери, химерные клетки, которые получились в результате поглощения чужеродной ДНК или слияния со сперматозоидом предыдущего партнёра. Ну и, конечно, в крови образуется большой генетический коктейль из внеклеточной ДНК, выделенной обычными клетками матери, химерными клетками и сперматозоидами. Всю эту ДНК клетки зародыша гипотетически могут захватить. Этот механизм сложно считать наследованием генетической информации ребёнком от неотца, так как не все клетки плода будут эту информацию нести. Но теоретически это могло бы повлиять на свойства зародыша. Например, если бы чужеродная ДНК интегрировалась в активно делящиеся клетки и сохранилась бы во всех их потомках. Мать и зародыш ведут непрерывный клеточный обмен. Клетки матери встраиваются в ткани зародыша. В то же время клетки зародыша поселяются в органах матери. Оба организма становятся химерными. Что характерно, при этом абсолютно не важно, чем заканчивается беременность. Даже при абортах и выкидышах, если они происходят на достаточно поздней стадии, клетки плода успевают колонизировать материнский организм. Отдельно стоит отметить феномен исчезающего близнеца. При этом из зародышей близнецов один выживает, а другой рассасывается, но тоже часто оставляет свой клеточный след. Получается, что среди материнских клеток, заселяющих ткани плода, могут встретиться клетки его старших братьев и сестёр, как существующих, так и неродившихся. И если они были зачаты от другого отца, то плод получает чужую генетическую информацию. Плюс внеклеточная ДНК, которую все эти клетки продолжают выделять. Эти постоянные миграции клеток и молекул, незаметные на первый взгляд, приносят неожиданные результаты. Учёные в нескольких исследованиях искали у женщин, девочек и зародышей женского пола в крови и тканях фрагменты Y-хромосомы, это называют мужским микрохимеризмом. И обнаружили в этом исследовании у 14%, а в этом аж у 75%. Во всех случаях было очевидно, что испытуемые не больны генетическими заболеваниями, и Y-хромосома присутствует не во всех клетках. Обычно в качестве причин микрохимеризма называют предыдущие беременности у женщин или наличие старших братьев. Ещё одним фактором называют переливание крови, ведь она тоже несёт с собой внеклеточную ДНК. Однако даже все вышеперечисленные факторы вместе взятые не объясняют всех случаев мужского микрохимеризма. Так что учёные вынуждены предполагать ещё какие-то окольные, неведомые пути, которыми Y-хромосома проникает в женский организм. Y-хромосома была выбрана для исследования микрохимеризма как самый простой объект. Это большой участок ДНК, который гарантированно не должен встречаться в женском организме, поэтому его там легко обнаружить. Для того, чтобы выявить чужеродную ДНК из других хромосом, потребуется гораздо более сложный и детальный анализ. Можно себе представить, сколько на самом деле чужеродного генетического материала оказывается в организме женщины, если одна только Y-хромосома обнаруживается в таких количествах. Кстати, очевидно, что у детей мужского пола должны работать те же механизмы, и они тоже должны становиться химерами, просто это гораздо сложнее показать. Несмотря на то, что все эти факты кого-то могут шокировать, есть и контраргументы. Во-первых, все вышеперечисленные события мало вероятны. Например, и слияние сперматозоида с соматической, то есть неполовой клеткой, и поглощение клеткой фрагментов внеклеточной ДНК – все эти моменты в экспериментах были показаны лишь в небольшом проценте случаев. Для полноценной передачи потомству информации о свойствах предыдущего партнера должно произойти несколько таких маловероятных событий, а значит, суммарная вероятность еще меньше. Во-вторых, ни один случай телегоний у человека и даже у млекопитающих достоверно зафиксирован не был. Научные статьи предлагают нам точные данные лишь об отдельных кусочках возможного процесса. Например, если сперматозоиды и сливаются с соматическими клетками, что для этого нужно? Может быть, они делают это просто потому, что это их основная функция? Наука не знает ответа на этот вопрос. В-третьих, передача ДНК не обязательно влечет за собой наследование признака. Участок ДНК может нести значимую информацию, а может представлять обрывок гена или некодирующий участок, и тогда его наличие никак не скажется на клетке, не говоря уже об организме. Более того, поглощение ДНК клеткой еще не означает, что эта ДНК будет функционировать. Для этого ей нужно встроиться в определенные участки хромосомы или привлечь к себе множество белков, отвечающих за считывание информации. Наконец, даже если эта чужеродная ДНК встроится в хромосому и начнет там работать, в большинстве случаев из нее получится какой-нибудь белок, являющийся промежуточным звеном в обмене веществ или передаче информации в клетке, и мы об этом никогда не узнаем. Вероятность, что этот белок окажется тем самым отвечающим за легко распознаваемый признак, цвет глаз или кожи, да еще и не встречающимся у официальных родителей ребенка, оценивается как очень низкая. Ну, по крайней мере, официальной наукой. В любом случае, главный вывод такой. Наши организмы связаны друг с другом несколько теснее, чем мы привыкли думать. Судя по всему, мы регулярно обмениваемся друг с другом ДНК и клетками, часто сами того не подозревая. Наш организм не полностью закрытая от окружающего мира система. Пишите в комментариях, что думаете после такой экскурсии в микробиологию, оценивайте выпуск, если он дал пищу для размышлений. И до встречи в следующем выпуске на нашем канале.